Скафандр полного давления, используемый испытуемым, считается представителем скафандров продвинутого типа, которые будут использоваться при исследовании Луны. Костюм, изготовленный международной корпорацией латекса, относится к мягкому типу, изготовлен в основном из тканевых материалов. Сильфоны или суставы равного объема встроены в колени, бедра, локти, плечи и шею, чтобы обеспечить большую подвижность, чем это было достигнуто в костюмах более раннего типа. Продолжение следует... Шейное кольцо имеет шею, влияющий двигать головой из стороны в сторону. Ширикоподшипники также предусмотрены в соединениях перчаток, чтобы обеспечить вращение запястья. У ботинок кожаные голенища, композитные подошвы и каблуки. Для этих испытаний не используется автономная подача воздуха в рюкзак. Вместо этого воздух подается через пупочный шланг, соединенный на талии, и выпускается через шланг, соединенный сбоку шлема. Предмет в костюме поддерживается стропами и тросами, которые позволяют свободно ходить, бегать, прыгать и лазать в наклонном положении. Это отношение используется для обеспечения составляющей земной гравитации для моделирования лунной гравитации. Для ходьбы нет существенной разницы в двух условиях гравитации, и никаких серьезных проблем не видно. Справа, при моделируемой лунной гравитации чрезмерное скольжение ног происходит в первую очередь из-за низкого сцепления ног. Большее количество мышечной массы, необходимое для старта и остановки, не представляет серьезных проблем. Испытуемый способен прыгать по меньшей мере в 6-7 раз выше при лунной гравитации, чем при земной. Давление в скафандре уменьшает высоту прыжка примерно на 30% в обоих условиях гравитации. При лунной гравитации объект может прыгнуть на расстояние, вдвое превышающее расстояние, достижимое при земной гравитации. Когда скафандр разгерметизирован, задача относительно проста в любых условиях гравитации. Руки уже опробованы на ступеньках лестницы. Тогда на вертикальных боковых фигурах. В скафандре под давлением субъект слева считает подъем на одной джи трудным и опасным из-за постоянной угрозы поскользнуться и упасть справа. Субъект считает задачу намного проще и не боится падения. Использование рук на боковых частях лестницы, а не на перекладинах, оказывается более легким методом, поскольку испытуемому не нужно преодолевать скованность плечевых суставов. При лунной гравитации с негерметичным костюмом эта задача несложна. Это можно сделать только одной рукой. В скафандре под давлением лазать сложнее из-за повышенной жесткости плечевых суставов. Это легкая задача в любом состоянии гравитации. В условиях земной гравитации субъект не может достичь первой ступени из-за жесткости герметичного костюма и неспособности сохранять равновесие. В условиях лунной гравитации субъект может легко перепрыгнуть расстояние до лестницы. Это демонстрирует способность испытуемого оценивать дистанции прыжков и сохранять равновесие, используя препятствия высотой 4,5 фута. Давление в скафандре уменьшает видимость вниз и ухудшает способность судить о прыжке. Однако эта задача все еще может быть выполнена с относительной легкостью. Хотя от астронавтов не ожидается, что они будут совершать гимнастические подвиги во время исследования лунной поверхности. Легкость, с которой они могут быть выполнены, иллюстрирует степень контроля тела и стабильности, которые они будут иметь, будучи обремененными полным скафандром. Продолжение следует... Продолжение следует...